МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это касается как сложности заданий, которые полностью соответствуют школьной программе, так и расчета тестовых баллов. Всего для прохождения ЦТ зарегистрировано более 55 тысяч человек. Следующее испытание по-русскому намечено на 16 число. Более 16,5 тысяч белорусов заключили договор о добровольной накопительной пенсии. Реализует программу страховая компания «Стравита». Новые клиенты отчисляют от 1 до 10% заработка. Такой же взнос на не более 3% делает работодатель. Получать выплаты человек сможет в течение 5 или 10 лет после выхода на заслуженный отдых. Российские железные дороги запустили прямой поезд из Самары в Минск. Раньше путешествовать между городами можно было только с пересадками. Состав будет ходить раз в неделю. В нем плацкартные и купейные вагоны. Предусмотрены также места для маломобильных пассажиров. За один рейс поезд перевезет более 600 человек. Белорусов призвали полить деревья в городе. Экстренную акцию объявила Минприроды. Всему виной отсутствие дождей. Ведомстве подчеркнули, во время засухи вода для зеленых насаждений полезна в любом количестве. Однако лучше всего это делать утром или вечером, чтобы не так быстро испарялась влага. Редактор субтитров А.Семкин